COVID-19 коварен осложнениями, а пациенты с патологией верхних дыхательных путей находятся в группе риска. Некоторые пациенты, они им свойственны сухой заоруженность носа именно на отопление. И все эти носовые кровотечения могут быть не только признаками коронавирусной инфекции, но и признаками сухости полости носа. Заведующая отоларингологическим отделением ВРКБ Кристина Таджикулова рассказала, что в последнее время участились случаи различных видов пансинуситов, при которых воспалительный процесс затрагивает сразу все пазухи с обеих сторон. Протекают они значительно тяжелее, чем изолированное поражение одного отдела и могут привести к развитию тяжелых осложнений. С сентября месяца у пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдаются такие осложнения, не только как вирусная пневмония. Без пневмонии пациенты очень часто попадают с двухсторонними гнойными отитами, с жалобами на боли в ушах, с заложенностью в ушах. Очень часто у пациентов, которым назначили на амбулаторном этапе лечения кроворазжижающие препараты, пациенты приезжают с носовыми кровотечениями. Врачи ВРКБ предупреждают, что не во всех случаях терапия в домашних условиях будет эффективна. Некоторых пациентов вылечить удается только в условиях стационара. Пациенты очень долго лечатся самопризвольно дома антибиотиками, не обращаются к коров-врачам и считают, что заложены из носа, зеленые сопли из носа. Это все пройдет. Но я призываю таких пациентов все-таки обращаться к коров-врачам, потому что в наших поликлиниках к коров-врачам доступность есть. С целью профилактики коронавирусной инфекции и ее серьезных осложнений специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет, соблюдать правила личной гигиены, а также масочный режим и социальную дистанцию. Наталья Буслаева, Ольга Садовская, Видное ТВ.